Мир сегодня Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня Белый дом опубликовал планы по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Объявлено, что закуплено достаточно вакцины для начала прививок для 28 миллионов детей сразу же с утверждением этой программы. Произойти утверждение должно скоро, согласно ожиданиям уже в октябре. Центры по контролю за заболеваниями начали подготовку уже к массовой вакцинации. Планируется производить такие прививки в детских госпиталях, в офисах детских врачей, в школах и других детских учреждениях. Всего будет открыто 25 тысяч пунктов вакцинации для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Сегодня Федеральная администрация по лекарствам и продуктам питания утверждала решение о допустимости смешения разных вакцин. Речь идет об использовании для усиления действия первоначальных вакцин, дополнительных уколов другими препаратами. Как показали исследования национальных институтов здоровья, дополнительный укол через несколько месяцев усиливает способность организма бороться с вирусом после первой вакцинации, независимо от того, какой именно препарат при этом используется. Федеральная администрация по лекарствам разрешает использование тех или иных препаратов или процедур в Америке, но рекомендует и осуществляет конкретно стратегию Центра по контролю за заболеваниями. Они пока рекомендовали и начали производить дополнительный укол только препаратам Файзера, но скоро ожидается утверждение, имея в этой роли также и модерны Джонсон и Джонсон. Также эти укрепляющие уколы по предварительной информации должны быть рекомендованы уже и для всех американцев 40 лет и старше. Сегодня мэр Нью-Йорка Деблазио объявил о требовании обязательной вакцинации для всех городских служащих. В Нью-Йорке получили прививки 65% его 9-миллионного населения, больше 57% в среднем по стране. Но в некоторых слоях сильная оппозиция в вакцине сохраняется и не в последнюю очередь среди полицейских. Сегодня крупнейший профсоюз полицейских города заявил, что будет, как он выразился, защищать права своих членов, не имеющих прививок. Согласно новым требованиям, частое тестирование альтернативой вакцинации быть уже не может. Тем, кто еще не имел ни одного укола вакцины, в Нью-Йорке объявлены, правда, довольно привлекательные, утешительные льготы. Сделав прививку, городские служащие получат по 500 долларов. Это предложение будет действовать до 29 октября, когда от всех 300 тысяч городских работников потребуют доказательства вакцинации под угрозой отправки в неоплачиваемый отпуск. Сегодня в плане черного юмора выясняли, есть ли в подвале Конгресса тайная тюрьма. Тайная, потому что о ее использовании ничего не сообщалось на протяжении многих десятилетий. Оказалось, что помещение для заключенных в подвале Конгресса действительно было, но его уже давно переоборудовали под какой-то склад. Когда объекты слушаний Конгресса и его расследований отказываются давать сенаторам или членам палаты представителей показания, то соответствующая палата может принять решение об аресте свидетеля и о его тюремном заключении. Отведенное для арестованных помещений, однако, очень долго не использовалось, поскольку прямых отказов давать показания было немного. Но вот завтра арест подобного рода может быть санкционирован. Вчера вечером комиссия палаты представителей расследующая события 6 января рекомендовала обвинить Стива Беннона в неуважении к Конгрессу. Это предложение завтра будет поставлено на голосование и должно быть принято палатой представителей. В общем, возможно, что близкий помощник, соратник Трампа, в прошлом один из ведущих деятелей его администрации, Стив Беннон, может подвергнуться и аресту. Тюремных помещений в здании Конгресса нет, но Беннона теоретически могут отправить при желании в любое другое тюремное помещение, находящееся поблизости. Комиссия по 6 января направила Стиву Беннону повестку о необходимости явиться на слушание, он отказался, ссылаясь на то, что комиссия нарушает, по его мнению, положенное по Конституции президентское право на конфиденциальность. Трамп некоторое время тому назад направил письма своим бывшим советникам и другим служащим Белого дома при его администрации, в которых требовал, чтобы они отказывались от показаний перед комиссией палаты представителей, как показания незаконных. Беннет через 7 месяцев вынужден был уйти из администрации Трампа, как сообщает вследствие конфликта с Иванкой Трамп, который он называл тупой, как кирпич. Но он при этом заявил, что будет продолжать отстаивать идеи Трампа. Он, в частности, ввел радиошоу, имел телевизионную программу, широко выступал по интернету, а за день до митинга сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января Беннон говорил по радио, сейчас мы находимся на рубеже атаки, рубеж атаки будет завтра, завтра все начнется, это будет очень драматично. Согласно обвинениям демократов, эти слова могут рассматриваться как подстрекательство к атаке на Конгресс. Целью тех, кто прибыл в Вашингтон в тот день, было действительно давление на Конгресс с тем, чтобы отменить утверждение им результатов выборов. Акция эта вылилась в действие закону противоречащие. Дело не только в том, что именно Беннон говорил в радиошоу, тем более, что слова его можно расценивать по-разному, но, по мнению комиссии, его роль в том, что произошло, является более многоплановой. Вчера Трамп подал иск в суд с требованием запретить передачу в палату представителей документов Белого дома, связанных с 6 января, тоже ссылаясь на президентскую привилегию, на право на конфиденциальность его действий Трампа. Судебный процесс в связи с президентской привилегией может продолжаться очень долго с подачей апелляций, протестов. Продолжаться он может и до промежуточных выборов следующего года. Если на них контроль за одной или обеими палатами Конгресса перейдет к республиканцам, то ситуация для Трампа может резко улучшиться. При этом непонятно, сможет ли Беннон привязать свой конфликт с палатой представителей к трамповским апелляциям. Если сможет, то и ему предположительные казематы Конгресса все-таки не будут грозить на протяжении длительного времени. Борьба демократов против Трампа, до сих пор контролирующего республиканскую партию, сейчас достигла очередного пика. Соответственно, сегодня вспомнили об одном предположительном компромате трамповской администрации. Сообщили, что Трамп хотел направить на границу с Мексикой весной прошлого года до 250 тысяч американских солдат. Это половина всех армейских подразделений США. Идея была в том, чтобы блокировать всю границу с Мексикой на протяжении двух тысяч миль, и, соответственно, полностью остановить легальную, нелегальную иммиграцию. Идея эта обсуждалась на нескольких совещаниях в Белом доме. Ее активно проводил советник Трампа Стивен Миллер, архитектор иммиграционной политики администрации. Против столь серьезного наращивания военных сил на мексиканской границе выступил, в частности, тогдашний министр обороны Марк Эспер, считавший, что эта акция, связав огромные военные силы, негативно скажется на американской безопасности. А вторая идея была в том, чтобы, перейдя к границу, разгромить с помощью американской армии мексиканские наркокартели. Советники, однако, показали Трампу, что в мире такая широкая операция будет рассматриваться как интервенция США против его, их южного соседа, и будет иметь очень негативные последствия. Нужно помнить, что ни одна из этих идей не была близкой даже к реализации, что в ходе совещаний в Белом доме, также в Пентагоне, в ЦРУ, рассматриваются самые разные, в том числе и маловероятные сценарии развития кризисных ситуаций и реагирования на них США. Это нормальная практика. В следующей части о том, что медики занимаются не только вирусом. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова